Рассмотрим в качестве образа для GNS3 роутер на основе Linux-YOS. Цель нашей работы это установить образ в YOS, сделать первоначальную настройку. Это мы имя хоста поменяем, доменное имя хоста и заменить системного пользователя. Но это будем делать для того, чтобы было видно, кто делает лабораторную работу. Ну и вообще это советуют заменять системного пользователя. Итак, у нас фактически это форк проекта Ваята. Ну, с ним такая достаточно сложная история была. Он развивался, был коммерческая и некоммерческая часть. Владельцы, ну авторы продали коммерческую часть, а некоммерческую просто уничтожили. Но то, что успели форкнуть, 1.1 был, 1.0. Сделали в IOS на основе Debian достаточно дистрибутив. Стабильный, имеет много форков. И Shell, у него система команд похожа на Juniper. Наверное, начиная с 1.2, там у него подстилмаршизация и FR-роутинг. Модель распространения такая кривоватая. Ну, в принципе, вход доступен. Пожалуйста, берите, собирайте, работайте. А готовые образы, они имеют два вида. Это роллинг-релизы. Вот они, вот у нас они. Снапшоты разные. Ну, это старые снапшоты, а сейчас 1.4 снапшоты. И LTS Long Term Support. Значит, LTS, а не заплату. То есть нужно заплатить и, пожалуйста, работайте с ними. Но для учебных заведений и мерзких организаций вы можете обратиться и вам дадут логин, так что вы их можете использовать бесплатно. Но, значит, в принципе, у нас-то не получится, потому что один из разработчиков с Украины и они теперь блокируют российские IP-адреса и, естественно, не реагируют на всякие российские запросы. Но при этом мы можем использовать или роллинг-релизы, или сами генерить. Но тут будем роллинг-релиз использовать. Значит, установка образа. Тут у нас при установке у нас нужно понимать, что он распространяется в виде ISO. То есть это как бы CD-ROM, с которого нужно установить вам на диск образ. В результате мы в GNS ставим и CD-ROM, и заготовку под диск. И при первой установке его нужно будет на этот диск залить. Дальше у нас два режима. Если в CISC там просто режим конфигурации подписывать, что это конфигуры, то тут с долларом это обычный режим, и режим конфигурации это решеточка с диезом. Для сохранения изменений у нас сначала надо закометить с помощью commit, а потом сохранить с помощью save. Ну вот тут мы видим, что мы можем изменения с помощью команды compare посмотреть, что сделалось. Значит, какие мы будем настройки делать? Мы будем задавать имя хоста, ну для того чтобы различать эти хосты и доменное имя. Ну, скажем, example.com или то, которое пойдет у вас в задании. Ну, по умолчанию имя хоста yos. Дальше конфигурация. Это простейшая конфигурация интерфейса. Это просто для демонстрации, как сделано. Это даже думать не будем. Это я вам просто покажу при настройке этого образа. Далее для каждого задания будет своя настройка интерфейсов. Что у нас? А, мы пользователя должны будем заменить системного. Для этого мы должны нового системного пользователя ввести. У нас есть правило нейминга. его будем использовать. Дальше залогинимся, сохраним, залогинимся под новым пользователем. И удалим старого пользователя в iOS. Ну, это вот в iOS мы удаляем для безопасности. Потому что это все-таки какого-то рода дыра. Ну, вот как в Yenxy root. Но root в Yenxy не удалишь. Там куча всяких шамансов, чтобы ограничить его полномочия. А тут можно просто этого пользователя удалить и не думать. Значит, да, все. Вот это замена системного пользователя и все. Значит, ну что, давайте мы... Давайте мы теперь, собственно, начнем настройки. Я GNS запущу. Так, запустился. Ну, вот отсюда можно new template. Можно file new template. GNS3 сервера. Роутера. Вот он у нас. В iOS. В RAM 512 требует install. На GNS3 устанавливаем. Ну, вот смотрите, у нас в iOS 1.3.1 и 1.3.0 это релизы. И их за деньги или выпросить только мы это не можем сделать. У нас из снапшотов вот этот EPU3 релиз. Ну, вот, собственно, давайте мы его и будем делать. Мы скачаем имидж EPU3. Ох ты, что-то у них сертификата. Вот мы за одним можно скачать. Вот он. Это, как я сказал, для диска. Вот у меня из-за провайдера, наверное, проблемы с форсофорджем. Приходится подключаться через VPN. Ну, значит, соответственно, импортируем вот этот пустой диск. Ну, я уже импортировал, второй раз просто это делаю. Вот, импортируем песочник. Значит, в принципе, вы можете взять, скажем, четвертый 1.4 при релиз и его поставить. Ну, для этого у нас есть create new revision. Вы создаете там для него новый, на основе этого шаблона, под новую версию и ее использовать. Пожалуйста, но нам особо каких-то возможностей пока не нужно. Нужно будет так. Будем ставить и при релиз. Сейчас пока вот этот хипа третий ставим. Значит, next. Все установили. Вот он. Ну, вот у него вот такая картинка. Давайте мы поставим стандартный роутер. Значит, тут мы добавим на четвертом, чтобы сохранился конфиг. и тут поставим send shutdown signal. Значит, а теперь давайте покажу, как его конфигурить дальше. То есть, в проекте нужно его... Давайте мы... Test. В iOS. Вот так. Значит, ну, VPC поставлю. Ну, просто вот для демонстрации. Значит, VPC у нас спрашивал, где ставится, потому что он есть как на вашем хосте, так и в виртуальной машине. Значит, это скрыли все. Ну, давайте мы запустим. Вот. Значит, вот у нас сейчас будет установка образа. Ну, это минимальное, что нужно сделать, когда вы кинете образ. Значит, давайте мы VPC сконфигурим пока. IP 192.168.1.10.24.192.168.1.1. То есть, первое это его адрес, второй шлюз. Ну, это сейчас мы просто пропингуем, чтобы вы видели все это. Значит, у нас по умолчанию у нас в iOS и пользователь и пароль на него. Итак, значит, что мы должны сделать? Установить имидж. Yes. Автоматически. SDA. Continue. Вот тут вот есть вручную. По умолчанию no. Так. Пассворд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, я такой поставил. Группу ставим. Ну, все, готово. В принципе, теперь нам нужно перебутить его. Вот смотрите, в конфиге у нас написано, что это диск имидж. А загружается он у нас с HDD или CD-ROM. Первый раз он с HDD, естественно, не мог загрузиться, поскольку там ничего нету. Он с CD-ROM загрузился, а второй раз он будет, естественно, с HDD загружаться. Вот перегрузим имидж. Закрылись у нас конфиги. Давайте сгенерим. PC как был, так и остался. Загружается еще. Итак, у нас мы переходим в режим конфигурации. Потом не забыть сохранить все настройки. И тут мы давайте хостнейм сгенерим. Так, логин в iOS пока. Вот у нас в iOS на в iOS. В iOS это хостнейм, значит, конфигура. И теперь установим хостнейм. Писываем хостнейм. Табуляции я дописываю. Табуляцию нажимаю. Табуляция дописывается. Ну, как... Тут картинку тоже заменим. Вот тут, естественно, нужно понимать, что называть вы будете по неймингу, который вам рекомендуется в занятиях. Значит, ну и domain name не нужен нам, если мы не используем SSH. Тут мы SSH пока использовать не будем. Для этих лабораторных он не нужен. Domain name. Ну, example.com я вот сделал. Опять же, вы можете сделать. Ну, вот, пожалуй. Вот компэ. Вот видите, мы добавили domain name и хостнейм. Давайте commit. Комметнем. Сейв сделаем. Ну, давайте интерфейс сделаем. Тут такая вещь. Хостнейм он без перезагрузки не поменяет. Так что давайте мы интерфейс поднимем, а потом перегрузим. Значит, мы в конфиге находимся. Set. Интерфейс. Вот какие интерфейсы есть. Мы Ethernet тут выставляем. Какой Ethernet? Ethernet 0. Табуляция все это делает. Табуляция. Ethernet 0. Дальше он нам предлагает адрес. Адрес. Ну и можно в кавычках, можно без кавычек. 192.168.1.1.24. Вот. 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 Добавили адрес. Естественно, мы пингуем. Адрес добавили, а его как бы нет, он не видит. Но достаточно нам сделать Comet. Как адрес появился и уже все пингуется. Save. Давайте перебутим. Можно бутить только вот эту железку, естественно. Reload. Так что вот все перегружать это по воробьям из пушки. По мухам. PC быстро, мгновенно все. И теперь замена систем на пользователя. Ну а вообще замена систем на пользователя у нас предполагается для большей секьюрности. Ну а тут у нас за одним это будет играть роль вашей идентификации для выполнения. Значит, что нам нужно? Нам нужно завести системного пользователя. Значит, системного пользователя заводим. Сохраняемся. Потом заходим под ним и удаляем старого пользователя. SystemLogin. Oh, я конфигуры забыл включить. Set. SystemLogin. User. User. Ну вот. Я по-своему логину сделаю. И все дальше не нужно. Там full name это нам не нужно. И authentication. По ключу можно задать закриптованный пароль и задать plaintext пароль. Ну вот у нас тут количество символов ограничено. Поэтому он как бы поехал в новой строчке. Нам это не важно. Значит, compare. Вот мы увидели, что plaintext вот так вот отображается в конфиге. Он будет, конечно, звездочками отображаться. Значит, commit и save. Exit. Ну и теперь залогинился. Вот у нас логин пользователя и имя хоста. Ну и теперь мы удалим конфигуры. Delete. SystemLogin. User. Ну и вот список юзеров в iOS. Убрали. Вот видите, он удалился. Это как патч, да? Вот у него encrypted пароль был. Plaintext пароля не было. Значит, ну все. Давайте мы делаем. Комит. Сейв. Ну и теперь после последней перезагрузки. Reload мы фактически имеем готовый имидж, с которым мы можем уже работать, делать какие-то настройки и так далее. Давайте. Ну давайте. я залогинился. Я залогинился. И домейны мы задали. Ну фактически это все, что мы задали. Все остальное было по умолчанию. Ну фактически все. Теперь можно уже заниматься конфигурированием нашей сети. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!